МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Худкое реагование, выники с ворота у Гомельчан до Владимира Дворника подчас промой телефонной линии. За мест пустэчы прыгожы лес. У Гомельским районе прайшоу суботник. Молодшему пилоту 17, старейшему 68. Под Гомелем проходят с поборництвы кубка пауночно-усходней Европы бриллиант-фуд па парапланерным спорте. А зараза б гэты меньшым больш падрабязна. Масштабные земляные работы и рамонт дорожного покрытия. У веросни подчас промой телефонной линии до старшыни гомельского Аблова-Канкама у Владимира Дворника паступила некалькі скархау, які отышыліся сферы жилёво-коммунальной господаркі. Увы, некурозные службы отрымали ад губернатора даручэнні. Нашы корэспандэнты разым с працтауніками Аблова-Канкама і адказных організацій праверылі, як былі виконані апастаўлені задачы. Гэта відео мы здымалі Амаль месяц тому, 11-го веросня. Праз два дні пасля промой телефонной линии з Владимиром Дворніком, на якою паступіў зворот ад жахара вулиці Нижній Гомеля Пятра Курашова. Мушыны скардиўся на тое, што побыч з яго ушасткам пасля дожжу з вода адвадной канавы падымаецца вода. Ранейші звороты ў адповедныя службы засталіся безвыняковыми. Тому гомельчанин вырышу звернуться до Владимира Дворніка. За месяц на Нижній выконали великий объём работ. Засталося толькі зробіть земляну пасыпку з другого боку канавы. Работа проведена большая, то, што вывезли отсюда много мусора. Но мусор этот скапливался годами, потому што ніхто канаву не чистили. Её никогда не чистили. Немножко углубили, хорошо. Ну, вода эта, как говорится, грунтовая. Дожди не подтапливают, вроде бы, наведен определённый порядок. И благодарю Владимиру Андреевичу, што работа с его посредством сделана нормально. Специалисты не тільки оперативно выконали усе работы, але і пообіцали у дальнішим сочит за парадком на гэтай території. Оперативно силами специализированных предприятий были выполнены работы, прежде всего, по очистке береговой линии, углублению открытой водоотводной каналы. Также были произведены работы по удалению дикорастущих порослей, сухостоек, кустарников, также по косу травы, ну и наведению общего санитарного порядка на данной территории. Безусловно, мы планируем в будущем поддерживать должный санитарный порядок на данной территории с организацией некой периодичности уборки. Усе звороты, які поступають на правую линию до губернатора, уважливо проверяются. Далі специалисты сочат за виконанням доручення у Владимира Дворника. Пришим, гэта отбывається не тільки по телефоне, але й за собістым выездом супрацівників облаконкама на місце. Після варашення проблем обов'язково гутерать заутром звороту, как доведаться ті задоволіный человек виконанными работами. Выехали проверить, как выполнились работы по улице Нижней. Обратился заявитель о том, что канава, которая отводит талые и иные воды с прилегающих участков, не совсем очищена, что приводит к затоплению участка. Ну и, кроме того, участок находится не совсем в надлежащем санитарном состоянии. В течение месяца проводился ряд работ. Это и по наведению порядка на территорию, то есть это покос травы, вырубка порослей сорной, но и про прочистки канавы. Яшадин зворот подчас Вероснёвской промой телефонной линии поступил от Жихара Гомельской в улице Петровского. Тут у Дрэнэмстане была дорога. И Гомельшанин просил заробить ремонт яе покрытия, что и было выконано. По поручению губернатора, после звонка к нему на прямую линию, силами городского дорожно-строительного треста по советскому району был выполнен ямочный ремонт на ряде улиц частного сектора. Конкретно мы сейчас находимся на улице Петровского и пересечении Спортивного. Здесь вы можете видеть результаты работы дорожно-строительного треста по устранению критичной ямочности. Усяго подчас промой линии старшня благоконка Молодимир Дворник принял 32 звороты. У основным яны тычилися сферы жильево-коммунальной господарки, адукации, працевладкования. Крыху больш за полову телефонованню поступила с Гомеля. Нагадаем, промые телефоны линии губернатор проводить раз у квартал. Марина Джалая, Игорь Марышенко, телерадо и компания Гомель. За мест пустычий прыгожий лес. У Гомельским районе побачь звёздка и стяг працы сегодня посадили 3,5 тысячи саджанцев, сосны и берозы. На субботник вышли работники райвы Конкама. Посадочный материал с Коранёвской экспериментальной лесной базы. Выбор места для будущего лесу был видовочный. Пооблизу населенный пункт. Молодый лес у прыгожить его на вакуле, да и территория, якая пустовала, не будет засмечиваться. Ухаживать будет лесхоз, это территория лесхоза, нашей Коранёвской экспериментальной лесной базы. Они будут в дальнейшем ухаживать за этими насаждениями. Мы надеемся, что это позволит благоустроить территорию, в том числе и населенного пункта. Людям будет где собирать ягоды и грибы. Кастрычник объявленным месяцем доброго порадкования. Тому належный выгляд проведут и иншие территории Гомельской в области. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ за присвоение пограничной заставы Лоев имя Миколая Сушанова, героя Советского Союза. Этот человек уминул им пограничники, один из самых ярких вызволителей в Беларуси. В 1943-м он воевал за свободу Лоева. Теперь его имя носит мясцовое пограничное подразделение. Подрабязности в наступном сюжете. Поздравляю вас с присвоением третьей пограничной заставы. Пограничная комендатура Лоев имени героя Советского Союза Сушанова Николая Тимофеевича. Ура! 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 Просвоение имя пограничной заставы паде редкое для усюю краины. У Беларуси именных подразделений усяго 13, большасть у Брестской в области. А в усюхомельской первой такой заставой стала Лоевская. Худка на фасаде, сменит табличку, а разом с ей и некоторые внутренние аппарадки. Самое интересное, что по пограничным традициям при проведении боевого расчета первым называется фамилия человека, чье имя удостоено подразделения. При получении приказа на охрану государственной границы каждый военнослужащий обязан отдать воинское приветствие человеку, имени которого подразделение. Имя Миколая Сушанова золотыми литрами выбито и на аллее славы у Лоеве. До мемориала несуть живые кветки, а его черно-белое фото и узнагородный лист об просвоении звания Героя Советского Союза знаходится у Мясцовым музея. Миколай Сушанов – один из самых ярких удельников легендарной битвы за Днепр, той самой, с якой почалося вызволение у всей Беларуси. Время присвоения выбрано не случайно. Оно совпадает с началом освобождения, 75-летием начала освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Оно также совпадает со славным юбилеем, 100-летием пограничной службы Республики Беларусь. И как раз-таки городской поселок Лоев был освобожден в 1943 году, ровно 75 лет назад. Об героичной истории этих местцев тут ведая кожное. У маленьким Лоеве тады разгорнулася найбуйнейшая военная операция Усходнего фронта. На фарсировании Днепра Сушанов сустрел свое 23-летце. Тады он одним из первых переправился прозраку, организовал знишальные отрады и утрымливал от воеванной площади до подхода основных сил. Он первым уступил у рукопашный бой, закидал гранатами дзот противника и знишил ворожий кулемет. За час войны ни одной же был на крае смерти. Ранение немецкий полон, утеки и партизанское житё. За подвиги отрымал не только звание героя, а и больше, як 10 медалёв и орденов. Сёння под Аховой Лоевской заставы, водный рубеж у 60 километров. У помощников службовые собаки, автомобили и катеры. На станции Бироговой Аховы каля 21-ок техники. Я очень хотел попасть, служить именно сюда, ведь именно здесь во время войны началось освобождение Беларуси, и я рад, что именно здесь я стою на охране границы нашей страны. В худшем часе на территории заставы поставить бюст Миколаю Сушанову в планах – взведение мемориального комплекса. Ганна Ковалёва, Александр Гавейко, телерадиокомпания «Гомель», при подтримце агентства «Теленовин». 85-годовый юбилей означает «Гомельская светлотехника». Створенная у вересни 1933 года для працонной и социальной реабилитации инвалидов по зроку, я на и зараз поспехово выполняет эту функцию. С работниками предприемства с устрелся Олег Синцеров. От плетения кошек до вырубки высокотехнологичной продукции за 85-годов гомельская светлотехника в своем техничном развитии прошла великий шлях. Причем деятельность предприемства не споднялась она вот под час великой отчины. Разум с працующими инвалидами по зроку завод вывезли на Урал. Зараз непосредственно на гомельской светлотехнице. Працуют 260 человек, ящи 45 на Мазарском филияде. Сверху ветерану предприемства Лесар Борис Борисенко. Упершиню про спроходную и он прошел 35 годов тому. 10 мая 83-го года пришли. Мы тогда делали продукцию. В общем, краны делали по кооперации с обществом глухих. В общем, встретили даже. Был лучшим молодым рабочим даже первый месяц. Зудникам квалификации и физичных максимумов работников сегодня на светлотехнице одночасово развивается некакий на Керунковой творчестве, починающий от расспасовки тевиков и саморезов. Это суместный проект с зрительским метрическим заводом. Работа по судности низкоквалификованная, одеяна, дозволяя инвалидам по зроку иметь постоянно заняток и додаток до пенсии. Керод вырабляемой продукции святильный и садовый инвентар, але у проритете спортивный накерунок. Кресла для спортивных объектов головная продукция святотехники первым объектом, где их установили стал 14-й годов тому Гомельский центральный стадоен. Летоси 22 тысячи креслов поставили на Минский стадоен Динамо. Сегодня у огольном объеме в творчестве на спортивные кресла пропадает 50%. За минулый час их вырабили больше 300 тысяч. Причем, что год на предприемстве заявляются новые модификации. Конкуренция на этом рынке достаточно жесткая. Необходно постоянно иметь махчимость пропадовать заказчику инновационную распроцовку. В эти дни предприемство выполняет заказ для лядовой арены у Новополоску. Далей реконструкция стадоенов у Брагини, Луницы и Смолевичих, а так само батутного центра у Витебску. По выникам минулого года у системы белорусского товариства инвалидов по зроку предприемство отрымало диплом третьей ступени за якосное выращение у творчика задач высокой складанности. Да, большие объекты такие как стадион Динамо это надо сказать бывает крайне редко выпадает такая честь или такие как Чижовка арена, Борисова арена. Но большое внимание в государстве стало уделяться на реконструкции, модернизации именно спортивных объектов в районных городах. Это радует. Пускай там не такие большие объекты, не такие денежные, которые я указал выше, но тем не менее они есть в каждой области. В днях дедича на достатково степлые термины выконания заключенных договоров сегодня на светотехнице вырошили унести коррективы упрацованный расклад. У 13 годин на предприемстве начались все врачистые мероприемства с нагодой юбилею. Зараз иснует шмат профессий, у яких люди с даренным взроком могут працевать не горж за инших психологи, маркетологи, юристы, специалисты в галине компьютерных технологий, что между тем не выключая необходности захований и специализованных творчостей в галоне вырабляемая тут продукция была конкурентно сдольной и рентабельной. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Грамоты, подарунки и святочный концерт у Гомеля ушановывали наставников региона. С переможцами областного конкурса «Педагогичный Олимп» познайомилися наши корреспонденты. На початку официйного открытия мероприемства сустрыше у неформальной обстановки. За одним столом с керавництвом областной системы адукации заслуженные наставники Беларуси. Размова об истории развития системы на Гомельшине, методиках, які выкорастовывались ранее и тих, что применяются зараз. Подходы до навучания с часом изменяются, але застаётся галонная. У школы завсюды были наставники, які з'являются ориенциром для інших. У гэтом годе областный конкурс «Педагогичный Олимп» проводился у некольких номинациях и усюды по некольки претендентов. Человек-легенда, педагог-майстер, с творчостью праз усю життё, наставник прасовного навучания Петриковской гимназии Пётр Стральчэня, цяпер офицейна мая тытул тренавитага па усім чалавека. Кажа, што спачатку в учобы шмат хто звучнял нават молоток у руках не можат рымать, але с часом пачынае выраблять прыгожые и карысные речи. Сейчас идёт безусловно у нас профориентация. То есть ученик уже со школы должен выходить с определенными умениями и навыками. То есть он уже должен уметь изготавливать какую-то деталь с определенными размерами, с определенными спецификацией. Кажуть, што наставник самый универсальный человек, яким можа усё. Дарыши сяродки руняков рознага узровню шмат людзей с педагогичной эдукацией. И яшшы одна асабліваць гэтай профессии, на яку звертается увага подчас урашистого мероприемства. Постоянное знаходження у молодежных коллективах дозволяє наставникам і самим нестарой душой. На переддні профессийного свята многие из работников системы эдукации отримливают узнагороды. Нагрудный знак выдатник эдукации, гоноровые грамоты Министерства эдукации, Гомельского облаконкама и областного совета депутатов. Педагогичный коллектив Гомельской в областе это команда, благодаря которой досягаются значные выники. Та решу в этом годе и в расистности пройшли под девизом «Мы разом». По результатам того же централизованного тестирования по учебным предметам по Гомельской области мы не опускались ниже третьего места. Ниже третьего места. То есть можно говорить о том, что учителя сегодня имеют высокую профессиональную квалификацию, дающую хорошие результаты. Поэтому я скажу, в городе Мельской области высоко квалифицированные учителя. Абсолютно все. Олеся Нюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель». У Гомельской центральной городской библиотеки «Мягерцы» на зараз можно убачить коллективный творчий проект, створенный маэстром «Ми золотого взроста». Тут открылась выстава живопису «Наивная акварель» и экспозиция ляляк ручной работы. На Масадских полотнах городские и сельские пейзажи, хатни, годаванцы, кветки, натюрморты. Проставленные работы створены удельниками клуба «Акварель» Центра социального обслугования насильства советского района города Гомеля. Живописные картины адлюстровывают прыгажость новокольного свету и дорогие сердцу аутра у мястины родной белорусской земли. Побач разместилась выстава ляляк ручной работы удельника у клуба аматра у рукоделля натхненне с речицы. На ее представлено коля 40 уникальных текстильных прихожунь. Речицкие майстрыхи не сталися обе обмежевывать пыльным видом ляляк. Представили як традиционные так и сучасные мотанки, береги, невязанные и интерьерные ляльки тыльды. Неотъемные складники кожного выработки, позитивная энергетика и частинка души майстра. На данной выставке представлены работы людей почтенного возраста. Выставка и акварельных работ и кукол она показывает то, что люди, которые вышли на пенсию, не обязательно будут только печь пирожки или варить варенье для внуков. Они также могут самореализовываться в творчестве и показывать свои работы широкому зрителю. У Гомеле покажут классичный немецкий фильм Жаха у живым музычным супроводженни. Одно из мероприемств у ты дня в Германии и Беларуси пройдет в Гомельском театре Лялек. Глядачам представят стушку Носферату «Симфония Жаху» 1922 года. Это экранизация романа Брема Стокера «Дракула». Фильм лечится шедевром немецкого экспрессионизма. Музыку для супроводжения показа написала белорусский композитор органистка Вольга Подгайская. Бесплатный сеанс отбудется семага Кастрышника о 17-й године. Над небом Гомеля сенья летели парапланы. На аэродроме Зябрау, ка проходят с поборництвы Кубка по вношно-усходне Европы Бриллиант Фуд по парапланерным спорте. Все лето проводятся четыре этапы с поборництва у Кубка в Литве, Латвии, России и Беларуси. Право на проведение финального этапа отрымала наша краина. Тренировочные полеты отбылись у Чора. С поборництвы пилотов распочались сенья и завершатся у неделю. Кубок Бриллиант Фуд летось засновали Национальные Федерации Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси и России, ка б вызначать моцнейших пилотов по парапланерным спорте у дисципления полет на докладность. У сеньшних 17, старейшим 68. Полеты проходят на высшине до 200 метров. Цикавость до этого экстремального виду спорта расте как у свете, так и у Беларуси. Зараз у Федерации авиационного спорта около 200 парапланеристов. Летось парапланеризм у нашей краине был зарегистрован как официйный вид спорта. Сейчас идет подготовка спортсменов, то есть мы нарабатываем опыт, нарабатываем ту технику, которая необходима для международных соревнований. То есть наши спортсмены уже белорусские участвуют в международных соревнованиях и имеют достаточно высокий рейтинг. По крайней мере в тридцатку сильнейших один из спортсменов в Республике Беларусь ходит всегда. Невероходные виды о свыше не 200 метров, интервью у дельников и имены пераможцев. У нашим сюжете у понеделок. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашим сайте у интернете по адресе www. нахэтым выпуск завершены. Добрых вам выходных дзен и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова